я просто хочу привести пример что мы делали в грузии потому что надо вспомнить что грузия 10 раз по населению меньше украины это для важно для цифр первый же год первые два года моего правительства грузии грузии мы посадили с обвинительными приговорами не просто для рыбной ловли мы посадили 30 министров и заместительных министров наших тысяч через 64 полицейских 109 следователей то есть на губной на 10 30 министров это должно быть 3 заместители с разных лет это 300 условиях украины тысяч полицейских это 10 тысяч условиях украины значит мы посадили 109 следователей это тысяч 90 следователей условиях украины мы посадили 30 судей это 300 судей что посадили украине с обвинительным приговором мы посадили 490 таможенников этот 400 4900 таможенников условиях украины в общем это первое мы вернули в результате этих посадок когда они возвращали деньги государства украденные деньги мы вырули первый же год от чиновников государству государственную казну миллиард 400 миллионов долларов денег это что вы понимали это 14 миллиардов долларов что вернули в украину первый же год работы правительством а это значит если дыра 16 миллиардов гривен то если пойти таким путем то можно эту дыру крайне украине 14 миллиардов может украине гораздо больше можно минуте и под следующий пачка я понимаю что вы не генеральный прокурор но украина слишком забюрократизированная страна чем это достигается мы знаете сократили количество у нас раньше было 950 950 разрешения лицензии которые нужны были грузии мы сократили количество до 80 10 раз 11 раз в 11 раз меньше разрешения нужно было бизнес на все чем раньше мы сократили количество налогов с 22 до 7 и общее налоговое время сократили на 60 процентов мы сделали сокращение количества вы сократили количество государственного аппарата на 60 процентов мы уволили просто чиновников и более того мы добавили каждый вольный чиновников мы добавили результате роста экономики 3 рабочих места государю в негосударственном секторе то есть чем меньше чиновников тем больше занятых людей будет в стране Вот и вся история. Мы, конечно, реформа не сама цель, но Украине слишком... Вы правильно сказали, абсолютно, мне очень симпатичен этот новый премьер-министр, он сказал, люди, мы должны перестать брать, задавать взятки в судах, и тогда мы поменяем судебную систему. А если просят взятки... Сейчас у моих друзей забирают бизнес в Одессе. Они пошли в суд, там у них аукцион на этот бизнес, на этот суд. Поэтому говорить, что мы жертвы, как бы, сами соучаствуем в коррупции... А что значит аукцион? Аукцион, кто больше заплатит, вот забирают у него рейдер-бизнес, а судья говорит, если вы заплатите больше, не заберет, если кто заберет. Но что касается нашей ситуации, мы в Грузии сажали, и сажать их очень важно, и весной, и осенью, и летом, и вообще сезон, он не зависит от месяца года. А зимой? Пока есть, зимой особенно, пока есть, потому что зимой крадут еще с энергией, с электроэнергией, с газом. Пока есть необходимость сажать их, нужно сажать. Почти будут сажать, потому что... И что это дает? Мы сократили налоги в Грузии на 60%, я повторяю. Мы снизили количество налогов с 22 до 28. Когда мы говорим про таможью? Вы знаете, что в Одессе, то есть в Одессе мы делали открытый медный простор. Можно это сделать в Украине. В Одессе, кстати, я сократил количество, о да, работающих, два раза. Мы сократили, хотели сократить количество таможенников в четыре раза. Мы хотели набрать молодых людей, просто нам не дали подкрейц. В Верховной Раде это застряло. Но, почему я говорю? В Грузии мы сокращили количество таможенников, убрали таможенные тарифы, но в Грузии каждый груз, каждый контейнер проходил за пять минут. Мы сократили количество тарифов, но в результате мы получили рост бюджета страны 12 раз. То есть сократив налоги на 60%, бюджет вырос 12 раз. Что такое бюджет, который вырос 12 раз? Это означает, что пенсии у нас выросли в 11,5 раза. Это означает, что в государственном секторе число, чиновники стали получать 12 раз. Не то, что министры сейчас назначают себе зарплату, когда страна не растет. Вырос бюджет 12 раз. И выросли зарплаты 12 раз. Мы построили 1300 километров новых дорог. Еще раз, умножьте на 10. 1300 километров в грузийских условиях, это 13 тысяч километров в украинских условиях. В Украине вообще не осталось бы плохих дорог. Что дает повышенный бюджет? Это дает нам количество новых дорог. У нас было построено примерно 150 новых больниц, которых ни одной такой нет в Украине, к сожалению. 150 новых больниц и всеобщее страхование населения. И все это в результате перешло то, что люди стали жить лучше. Поэтому, когда мы говорим о том, что значит реформа, это в первую очередь меньше бюрократии. Украина забюрократизировала. Эта бюрократичность, она убивает сейчас для каждого украинца жить лучше. Поэтому, я за то, чтобы тут была очень жесткая рука. Поймите, иначе ничего не получается. Без жесткой руки не бывает успеха. И это жесткая рука и премьер-министра, и он и генерального прокурора, и, естественно, президента, и, естественно, всех остальных. Но, чтобы вы понимали, вот я вот хочу просто сказать вам. Количество госаппарата сокращено, количество государственных ведомств сократили мы почти три раза. У нас стало три раза меньше зданий, ведомств, людей. Зато какие новые города построили. Зато какие новые школы построили. Чем меньше бюрократов, чем меньше вот этих дармоедов, тем больше дорог, тем больше школ, тем больше больниц.